Торчлайн 2 Торчлайн 2 Создаем игру Что то пошло не так В каком смысле? Я не могу запустить клиента игры правильно Торчклав 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 Даже не знаю как Как не правильно он запускается так нам нужно двигаться на ледяные холмы далее и мы сейчас конечно же начнем это делать за великим регентом и в ближайшие полчаса как раз и зачистим всю эту локацию ледяные холмы возьмем ряд дополнительных квестов которые есть на ней но играя на хардкоре важно вначале зачистить основную локацию так как там помобы более низкого левого а потом уже двигаться в пещерке на дополнительные задания так как это будет давать вам больше шансов на выживание старейшина вален доброго здравия не могли бы вы мне помочь на дело в том что по дороге в храм в отчвилда мы с великим регентом разлучились я надеялся встретиться с ним в храме но двери за ним закрыли и опечатали когда я в последний раз его видел он был очень болен думаю его поразил тот же недуг от которого страдают и остальные эстерийцы я хотел пройти в отчвилд через другой портал расположены в старом убежище эстерийцев но к сожалению у меня нет от него ключей один забрали гоблины шахтеры а второй вероятно достался работорговцам которые недавно тут приходили портал в отчвилд можно открыть только с помощью обоих ключей а достать их я не могу добудьте эмберитовый пучку гоблинов и эмберитовый главный ключ у работорговц тогда вы сможете открыть портал ведущим убежище и догнать регента прежде чем он заразит стража судя по симптомам великий регент действительно заразился при этом он настоял на продолжение пути безопасность стража важнее но если это не было обычная болезнь слова была там нет себя добавил а некая магическая порча а значит великий регент заразить ее стража а вот и подключился каспер который неправильно запустил игру сейчас так пошло все или нет просто возникла непредвиденная ошибка никто не мог ее предвидеть нет даже я понял ну что же открываем портал город здесь следование ледяных холмов ничего себе под этим камнем кто-то наверно хранил сбережение всей своей жизни алтарь науков попьем его быстрее чем придется до каспер чтобы он еще не поручил ну так сильно мы вот аутлендером играем повторюсь что я никогда не играл с китайцами понятия не имею что ему качать я посмотрел так вот на его скиллы и умения наверное все таки буду с золотой ключ с двумя пистолетами его делать поскольку я увидел что у него есть его пассивный скилл который увеличивает урон пистолетами двумя есть такой же не добавит а вот на улице и на балетах тоже нашли объяснение этому может быть несколько первое что арбалеты и луки так а обладают крутыми характеристиками не требует скиллов ну а второе что просто может быть то что не учли это вряд ли ну а что может быть арбалеты и луки есть какие то другие классные скиллы которые например нельзя использовать на пистолетах опять таки я ничего этого не знаю так как никогда не играл за скитальца мне класс персонажа нравится менее всего но просто необходимо им пройти 15 уровень сейчас качну стойкость до двух повышен используем чтобы еще эффективно здесь сокрушать и очень жду прихода сюда каспера иначе если она передовой не будет а умирать на хардкоре нельзя потому что смерть подразумевает здесь завершение игры и потом все сначала бутылочка резиста от яда да, попей так то лучше не пускай его ко мне пацаны у нас только неинтересен берсерк а а а глаз какой-то интересный ну взглянем что это 18 эпическому уровню неплохо в оружии а вот сейчас апнем левел пойдем поищем себе хорошие пистолеты в городе невозможно по одежке что можно сказать для прохождения первого города первых локаций классно надо собрать сет паранокопыта я сейчас уже собрал пистолет я но они мне похоже будут постепенно натискиваю вот фиолетовый меня сейчас изнасилуют вот стоит паранокопыта это на поисков поисков поле поле от поле вот и сет про накопыта вот он можете посмотреть какие он дает плюсы классный сет для первого города золотая середина собирается легко падает на локациях продаются частью торговца в городе вообще без проблем я всегда его собираю первый город почти на весь город хватает одевается с 10 уровнем да ну или нужно определенное количество силы и стойкости а а тем временем на ледяные холмы опустилась ночь бесшумно ложится чистый словно слеза ребенка снег и от этого всего картина происходящего кажется еще холоднее и атмосфернее очень классно мне очень нравится снежная ночь на ледяных холмах причем здесь нет какой-то снежные горе такое хорошее умиротворение только всякие морозники оскверняют за спокойствие ничего еще самую чистую локацию и будет полный дзем, золотую кучу подобрали спускаемся к шахте лоблинов в ней будет дополнительное задание однако мы его пройдем несколько позже нам еще нужно ледяные холмы очистить да вот эти вот ледяные ребята были добавлены в игру не так давно потому что когда я в прошлый раз проходил не было их замораживают замораживают так тут туалет есть должен быть я сначала схожу ты посмотри чтоб никто не шел и я отвернусь тоже все можешь идти теперь ты тоже пошел в туалет мы подглядывать конечно мы не будем надо естественные потребности реализовать человеку нормально удачно успешно все в мою не вступил понял ответы да в чате были потому что каспер откровенно все надоело сегодня вовсе достали жизнь больше не имеет смысла он не хочет ни с кем разговаривать но конечно же это не повод чтобы да все дерьмо человек пишет чтобы не проходить игры на сто процентов или отнестись к этому как то знаете с недолжным с недолжным вниманием пренебрежение взять пройти например на 90 процентов нет все понятно у всех бывают трудности это же не значит что нужно не проходить игры или проходить их не на сто процентов по-моему здесь каких-то причин увиливать этого не существует вообще так что он с нами несмотря на свое сложное эмоциональное состояние неправильно не все на с в а в в в в в в в в мне нужна помощь я сейчас апну левел надо сходить в город посмотреть есть ли какие-то пистолеты но опять же с другой стороны если я не смогу лезать этот скилл то нужны ли эти пистолеты все может замедлиться без использования этого у меня пока она здесь нормально проходит можно и с арбалетом побегать но как интересная такая голова и она потом откроется что это за ребята озера вский посол вдруг мы спасибо что пришли к нам на помощь у нас прислали из деревьев кеша мы прибыли сюда искать поддержки эстерийцев в грядущей войне с эзрахирами великий регент элдерейн разрешил нам искать ледяных холмах золотую шестерню и мы уже были на полпутик цели но тут на нас напали эти гоблины а теперь мы изранены и не можем продолжать поиски а вы поможете нам обыщите ледяные холмы и найдите три нужных нам предмета знак прудов знак рек и знак приливов принесите их и я награжу вас от имени народа зеррафов конечно поможем ему а здесь еще полезная информация от него но султан зерифеша отправил нас сюда на переговоры с астерийцами нам нужно разрешение на поиски золотой шестерни древнего артефакта с помощью которого можно открыть небесный арсенал что в пустошах асиани давным-давно эстерийцы забрали ее как военный трофей но великий ли регент элдерейн хотел вернуть ее нам чтобы мы подготовились к наступлению эзрахиров все давно забыли где хранится шестерня но эстерийцы составили карту из трех знаков о которых я говорил если найдете их я смогу прочитать карту и найти шестерню какая удача что вы здесь оказались вот примите это в награду а теперь если не возражаете с вами будет говорить посол посол а кто такой посол а посол это кролицу представляющие интересы государства за его границами на территории других государств или же это совокупность овощей законсервированных и засоленных закупоренных в банке для зимнего употребления как правило иногда конечно не зимний но последующего а сейчас город поймем сейчас еще несколько модов что там забурился под деревцем иди сюда пойдем в город одного мне надо сейчас наверно чем у вас смотри за жизнью не разберемся посмотрим какие оружия есть более лучшее мне луки арбалеты о интересный комплект регент требуется уровень 17 это что у нас а это пояс а сталин его пригодится у него сразу нужно вставить какой-то глаз вот этот например вообще камушков не нужно так мы уже смотрим что у нас тут есть арбалет который мы в самом начале взяли до сих пор нам интересно что это такое для берсеркера или нет да для берсеркера я тебе купил тут несколько когтей посмотришь может оденешь прими трейд и что я сейчас делаю я поясню есть ачивка стим которая требует продать сто тысяч предметов чтобы ее получить он называется магнат поэтому чтобы продать что-то ненужное нужно сначала купить что-то ненужное что я собственно и делаю это уже получше наверно будет один нужно еще напихать просто дикий зверь что там у тебя нет каких-то для меня нормальных вещей так какие цены посмотрим что нам сейчас нужно вкачать ну вот почему я решил быть с пистолетами в итоге потому что есть целый ее навык на огнестрельное оружие из глупых что вот это за навык так ну это бонус нашим союзникам а это союзникам тени векам это понятно может быть вот этих еще могут не топорей качать все таки пассивка даже не знаю хорошая она будет нехорошая ну давайте попробуем сейчас один навык на него ставим раз возьмем ощущение сутбольные возьмем и возьмем наш активный навык посмотрим как он будет пассивно создавать и на что они вообще способны все двигаемся дальше локацию до проходим так вот по поводу этого ачивмента который требует продажу сто тысяч предметов я думаю что на этом прохождении мы тоже его возьмем ну да он создал его полетел отвлекаются на него если отвлекаются то это очень хорошо или что он хорошо и нужно его откачать тогда потому что так как этот класс персонажа больше мне кажется подходит к саппорту когда кто-то будет на передовую секрадочные наши компетенции вообще все классные вещи на питомцев которые не попадались я вылавливал вот таких вот тайных рыбных местах просто чем выше локация так сейчас посмотрим да отлично мы взяли хорошие хорошую сережку на питомца что 23 физические брони неплохо меняем так просто сюда уголочек положить в уголок чтобы никто в торговце его в уголок так как это пробивают я ледяное выпил она А резискнут не помогать потому что герои сейчас минус а а а а Продолжение следует... 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 кстати говоря такое интересное место а в нем есть еще тайное убежище под озером сюда иду сюда не спеши что-то там хочет наш 1 партиец было хвастливая ракообразная без нас наверно это мы взяли на ему золото золото уставших товарищей нашел шлем 20 нет звероида весьма интересно ставлю концентрация 22 до концентрации 22 нет так так а а а а мы а д а а со своими натисками ну ты спустил конечно оттуда толпу волков они меня в углу зажали куда ты ходил что ты вошел в зону аккуратно бегал бутылки закончились надо посмотреть что у меня с бутылками у меня еще пока есть чуть не убили ну да на хардкоре за этим следить нужно с запасом все добрать это я говорю для наших зрителей которые надеялись будет проходить торч лайт только на хардкоре это гораздо интереснее кемпинг правовладельческий кемпинг прямо в десятку торговля людьми это просто торговля людьми это просто преступление против личности поэтому сейчас мы за темпинг ликвидируем ликвидируем спасибо за то что спасли меня здесь еще и другие пленники они в пещере под озером рядом с хижиной есть люк который ведет волоком работорговцев ну давай олень собирает если не собираете камушки вставьте их предметы таким образом вы освободите дополнительное место в вашем инвентаре в вашем инвентаре некоторые предметы видите я в этот предмет не нужно было вставлять некоторые предметы вставить нельзя поскольку есть там требования к левелу предмета на основном все можно ну вот здесь можно войти в подземный проход там пробраться еще к тайному логову работорговцев но нам нужно сейчас дочистить всю локацию и конечно же потом вернуться туда здесь еще один квестовый айтем знак прудов нам осталось найти только один для делегации из зерифеша здесь что-то подразумевается смерть вот сейчас почему когда мы попадаем в такие замесы всегда есть такая подлость что пьется бутылочка слабая на здоровье только что чуть не убили нам приказали отбить эстерийцев у работорговцев но у нас ничего не вышло их предводитель кидрик укрылся в грудь и под озером оставь это дело нам как злая собака у меня здесь еще дополнительное задание мы быстро осмотрели окрестности когда сюда прибыли никаких следов чернокнижника только несколько записок он давно ушел но осторожность все равно не помешает hello вы прибыли вовремя кажется я обнаружил лугово чернокнижника оно здесь в ледяных пещерах у входа я нашел дневник в нем чернокнижник описывает как вошел в торчлайдскую шахту и добыл сердце ордрака я собирался пойти дальше и продолжить поиски но не смог справиться с существами которые обитают в глубине пещер а ведь если мы прочитаем недостающие части дневника то вероятно сможем найти способ борьбы с чернокнижником мне в руки попал четвертый том три остальных наверное до сих пор лежат в ледяных пещерах кажется это лишь часть записи текст явно не полон вам не попадалось остальное? остальное мы принесем тебе новый алтарь а почему вырос Путин? это должен был вырасти Владимир там написаны имена а не фамилии ну все нет больше нового алтаря следующий вырастет Петр а потом Александр а потом Александр а потом Александр ребят из Зерифеша и квест комплит и мы можем его сдать пойти ну что же локация практически зачищена нам остается только посетить вот эти оставшиеся не исследованные области ну смотрим я думаю все всю локацию мы исследовали золотой сундук открыли теперь сдаем квест отправляемся в город немножко нам не хватило до семнадцатого уровня да это те самые знаки подождите сейчас я сложу их вместе да я вижу да историйцы спрятали золотую шестерню в маленькой пещере неподалеку отсюда и вот эта маленькая пещера становится нам доступна давай сходим в нее она маленькая и на этом данную часть ты думаешь и так уже много времени ну хорошо тогда город распродадимся а это оставим на следующую часть у но а 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 и что то хорошее и ничего хорошего у меня есть перчатка которая требует модификации отдам тебе модифицируешь посмотрим что она тебе прибавит конечно же наш привычный перегон предметов для получения ачивмента в стиле громче арбалет и 124 у меня 133 при этом с дыркой с подогревом ну что принимает рейд отдам тебе я капитан якобы пилот лучшего эмбиритовоза по эту сторону от красной гавани мы заберем здесь кое-какие грузы а затем отправимся в зерефиш а что аж а вас что сюда привело мы отправимся впоследствии трейд примит мы отправимся впоследствии в зерефиш вместе с ним каспер не когда он поганной но убив 25 мобов может хорошую модификацию получше очень быстро можно получить и хорошо тогда завершим сейчас нашу седьмую часть прохождение игры творчеловек заскитает лица на хардкоре и встретимся с вами в восьмой части на виртуозила game world помните что пройденная игра это та игра которую пришли на сто процентов до встречи а